Мы не протестовали на очередной раз, чтобы попасть в генеральную прокуратуру. Уже 12 лет назад 5 таблеток термодола подсунули белыми нитками, была посчитана легенда. Уголовное дело, да? Да, и вот он выехал под Москвой. Кто? Ваш сын? Мой сын. И не мой сюда вернулся, потому что ему 6 месяцев дали срок. И он должен отсидеть 6 месяцев, а вы хотели к генеральному прокурору разбираться с этим делом? С этим делом, во-первых, он не может туда вернуться. В Молдову, да, из отдела. А отдела где, в каком суде? А отдела вот сейчас, мы с женой хотели попасть в прокурору. Приехали, полиция приехала, пооружили ее и куда-то увидели. И что, нельзя протестовать или что сказали? Ну вот сказали, что нельзя протестовать. Как нельзя? По какому закону? Да, по идее, чтобы тебя зарегистрировано было. Мы каждый месяц ходим, это уже много лет. Да? Три года мы каждый месяц учатся в часы приема. Ждем от этой среды и нас постоянно не допускают. Понятно. Вот. Кому хотят пускать там женщину какую-то, в другом, но к генералу прокурору никак не можем попасть. Мы хотели бы попасть к генералу прокурору. А вас записали на... Да ничего не записали, не пропускали туда. Понятно. Она начала прорываться, значит, как Филиска. А, понятно. Поэтому и забрали, если хотела. Поэтому и забрали, чтобы она прорывалась туда. Потому что ее так не пускают. Да. А сейчас сидеть... Силой нельзя. Давайте протестовать. Вы снимали что-то на телефоне? Вы снимали? Да нет. Ну, да. Да, кончеркацентрик форца и экспликабель колуату. Он целег, дак венец протестеза пашник Даша. Дайте мне это снимать. Да, а что вы хотели? Я хочу получить решение генерального, когда нам начинали аудиенции. Мы записывались полтора года тому назад. У нас, солдатно-архическое контроль, имеем решение заместителя. Мы не согласны. Угу. Подали жалобу на основании учения 15 дней и должны получить ответ. Не дают ответа. Выгоняли. И вы хотели зайти? Я хотела зайти, получить, положена нам аудиенция генеральному или нет. И? Мне отказали. Я пошла, прошла. Они вызвали полицию, оболочили меня здесь. И вот завезли в райотдел полиции. Не составили никакой протокол, ничего. Просто отпустили, да? А муж остался. Я без денег, без ничего. Просто отпустили. Так муж пошел за вами. Вы в каком комиссарете были? Здесь на улице Болгара? Они ему сказали на Болгарской, а он не на Болгарской. На 31-го угол. Ну, вернется, наверное, сюда. Или как вы найдете его? Или уже дома? Я не знаю. У меня нет ни денег, ни ничего. И что? Что случилось сейчас? Я только увидел, но не успел снимать. Что случилось? Я хочу пройти, узнать решение. Сроки подошли, в течение 15 дней. Жалоба должна быть рассмотрена высшестоящим пропускам. Согласно закону, уголовно-процессуальному кодексу Республики Молдова. И они не ответят, ни привет, ни аудиенция, ничего. Они не ответят и не пропускают и не пропускают в хол. И все, и даже в хол не пропускают. Теперь уже... Я пыталась... Теперь уже и двери закрыли. Дверь закрыли. Прокуратура generalа, готова, инкуиата. Сутерна ку-жустития. Прокуратура generalа инкуиата. Ха-ха. На телефонах, на звонили. На телефонах, на телефонах. На... На... На на танках. Наат ущиоти лоур. На армию. На dow х笑о. На фин hoodie. u на фарбline. Ну и уведомление. Я не знаю, это вопрос. Прекущrait бы. Не могу 불гновить, если вы,cendo MD. Нет, 96ここ на правils. Ага. Почему? И мафия. Вы чувствуете мафию? Да. Мне все равно. Что происходит? Почему плачете? Потому что меня мучают. Меня просто мучают. Прямо человек, который вообще делает не только плохо. Он передо мной, там, 17-й квартире, вот болгарская 41, 13-й, 30-й, ой, 30-й, 17-я квартира. Он мне вообще, я тоже это пишу, что меня там, вот. И вы жаловались в полицию? Жаловалась и в полицию. Полиция ко мне не пришла. Никто ко мне не пришел. И я вот так живу. Болгарская 41, квартира 13. Я уже устала так жить. Больше ничего. А зачем вы это снимаете? Если хотите, чтобы люди узнали про вашу проблему. Если нет, я могу не снимать и могу не показывать. Вот я хочу к Стояноглу. И не принимают? Меня не принимают, да. Вот люди на улице тоже к Стояноглу хотят не принимать. Вот я стою, это сказать Стояноглу. Понятно. Вот и все. У них тоже там камера, наверное, Стояноглу видит, что происходит, но он не выходит. Там камера наверху. И они даже не говорят, что нас снимают. Богиня юстиции. Пожалуйста, снимайте, что меня не пускает. Снимаю, но закрыли дверь, так что точно не пустят. И меня уже не пускают. Меня тоже выдворили силой. Хорошо. Я не ломался туда, я просто сидел в холле. Я вас ничего не просила, вы с их компанией. Я с вами больше не разговариваю. Вы с их компанией? Вы думаете? Да. Сто процентов. Мы пойдем другим путем, я вам еще разговариваю. Вы думаете, я протестую из их компаний? И требую отставки Стояноглу, да? Нет. Мы просто провокаторы. Может быть. Знаете, есть такая категория. А это самое хуже. Предатели, провокаторы хуже, чем так. Добольники. Может быть. Да. Прошу, пропустите меня за решение. Вот, принесете, какая у вас запись. Кофин, пожалуйста, без проблем. А мне это... Я прошу дать это, мне все деньги. Там и там вот выдаются вот эти... Здесь ничего не будет. Кофин, пожалуйста. А ну, пройдите, пожалуйста. Поперу, пожалуйста. Деньки, Сокола. Пройдите. Деньки, Сокола. Дайте мне решение. Пожалуйста, 5-го числа. Пожалуйста. С жалобой 5-го мая. Я обращалась к вышестоящему прокурору, генеральному. С жалобой на действия мельчарышевора, заместителя Владимира Дам. Дайте мне... Я хочу ответ. В течение 15 дней вы должны мне дать ответ. Уже 15 дней. Завтра. Ответ должен быть готов. Если не готов, я приду завтра. А 5-го? 5-го в электронном виде я подала. 7-го я подала в письменном виде. Я ту же самую жалобу. Вы мне швырнули, когда в лицо решение. Я в том числе и на вас жаловалась там. Было такое. Вы мне швырнули в лицо. 7-го мая. Что? 7-го мая. Я подала 5-го мая. Сегодня 19-го мая. В электронном виде. 7-го мая я подала эту же жалобу в письменном виде. Потому что знаю, что вы мои жалобы вообще не регистрируете. Нормально складируете где-то. Ответы мне не предоставляете. Вот записываете. Ну, ну, вы, я помню. Вы меня знаете с какого года? 13-го. Куда вы меня послали? Дьякова. Дьякова меня куда послала? Это у Нины Храчу. Мама. А Дьякова меня послала в прокуратуру Баюкаль. А должен был послать к генеральному. Потому что она жаловала интересы к закону. Так, Храчун Нина рассматривает. Что? Храчун Нина рассматривает. Нина Храчун. Имя такое. Нина Храчун. Я заявляю, я... Какую должность у Нины Храчу? Прокурор. Рядовой? Наш вопрос не находится в компетенции рядовой группы. Я ей заявляю устный ответ. Дайте мне письменный ответ, что нами занимается Нина Храчун. Дайте. Прокурор должен вам задать. Ну, тогда я пишу на вас сразу повторно. Вы заупотребляете. А вы знаете Нина Храчуна или почему так реагирует? Я знаю ее должность. Она рядовой прокурор. А вы хотите, чтобы рассматривал? А у нас кассационная жалоба интереса к закону. И кто должен рассматривать? Она поддерживается или не поддерживается генеральным прокурором. Только им, да? Только им. Даже не заместителям. Понятно. Есть противоречивые решения, вступившие в законную силу. И ревокабельные. У нас таких решений четыре. Четыре? Да. Есть два и более решений противоречивых. Вопрос допустить. Мы подаем кассационную жалобу. Выше съемную подалку. В интересах закона. На имя председателя. Потому что председатель назначает коллегию по уголовному делу. И может по его усмотрению коллегию по гражданским. Потому что у нас уже есть и противоречивое решение коллегии по гражданским делам. Мы жаловались высшим советом и институтурным. Нам отказали недоступновить решение объема. Денега у нас на перевод нету. То есть все уперлось в то, что мы не знаем язык. А это политический мотив. Само что сказала? Она нас будет защищать русских. Русских. Национальную минишницию. Как она защищает? Зарубила закон. А язык в межнациональное общение. Мы даже не можем обратиться на своем языке. А на у нас-то я не знаю. Я не знаю этого языка. Пусть меня антидиктор посадит. Я его не знаю. Понимаете? И вот мигом я его не узнаю. Я могу изучить. Отнять средства. Не буду лечить мужа. Не буду своих детей. Внуков. Кормить. Потому что они сейчас в бедственном положении находятся. Они граждане Молдовы. Мой сын. Он не гражданин России. Он гражданин Молдовы. Я отсюда не уйду. Отсюда. А как произошло там? Час назад? Час назад. Вы хотели зайти? Я пришла вот с этим заявлением. И хотела узнать письменный ответ. На когда назначена нам аудиенция генеральному прокурору. Почему? Потому что наш вопрос находится в его компетенции. Нам предоставлялась аудиенция. Мы появлялись несколько раз. Десять раз. Сюда. Записались 20-го, 12-го. 2000-го. 2019-го года. На прием. Имея противоречивое решение. Уступивши в закон. Тогда был другой прокурор дженерал, кажется. Не важно. Но пока мы обращались. Сталка Стояноглова. Мы обращались. Нам не предоставляли сведения. Мы обращались в ВСП. Инспекцию прокурорской обращались. По обращению в инспекцию прокурорской вообще не получили никакого отриста. И здесь в холле вы просили ответа? Я просила ответа компетентного прокурора, допустима ли аудиенция генеральному прокурору. Нас давали тех документов, которые у меня есть. И они сказали, нету, идите здесь. На почту, да? Они сказали, идите, пишите дополнительное заявление сюда. А я говорю, ну так это не компетенция. Они говорят, ну письменные ответы нет. Я говорю, ну дайте мне письменные ответы. Они сказали, не можем. Я перевезла и пошла сама обратить письмо. А, понятно. Все. Поэтому они вызвали полицию. Они вызвали полицию. Я нарушила, но я была спровоцирована на это нарушение. Они мои права нарушили первые. Понимаете? Понятно. Но я подам на Войку. Я подробно это не знаю. Да мы можем пойти туда протестовать уже. Ну, честно говоря, я вам хочу сказать. Войку, он исполняющий обязанности. Они сейчас все. Нам же вот ответила вот 5 мая. Коллегия по гражданским делам. Мы жаловались на решение высшего совета манистратуры. Они нам отказали. Инспектор сразу. На решение инспектора. Там какая-то комиссия. Еще есть строк инспекция. Вот. Тоже отказала нам. И решение на так и нам объемное довольно. На 10 листах мелких. Мы просили перевода. В переводе нам отказали. Ага. Я считаю этот факт нарушением наших прав. Свободного доступа к правосудию. Потому что я декларировала при подаче заявлений, что я не владею языком. И я его моментально выучить не могу. Потому что мы находимся в среде. У меня муж украинец. То есть национальное меньшинство. Есть 13 закон Конституции. Который гласит. Который гласит, что нам должно предоставляться национальное меньшинство решение на том языке, на котором мы обращаемся. Там четко написано. И есть, по-моему, шестая статья Конвенции. Это нарушение прав на справедливое судебное решение. Пункт С. Это право на переводчик. Почему? Потому что приговор сыну в доступном виде так и не был доведен. У него был условный приговор. Он его отбыл. Ничего не нарушает. Но он не знал, что он этот условный приговор может обжаловать. Потому что прокурор объяснил, что он признал вину и что он уже обжаловать не может. То есть прокурор его обманул. Понятно. А в приговоре было написано, ну, на русском языке, что в течение 15 дней решение подлежит обжалованию. Понятно. Но оно ему не благоведено. Впрочем, переводчик тоже, когда его задержали, в течение суток, переводчик не был. То есть он не был знакомлен с его правами в доступном виде для него. А это нарушение шестой статьи Конвенции, которая расифицировала, в том числе и Макула. А некоторые, по-моему, второй фонд договорно-процессуального и какой-то фонд, что решения международных договоров имеют проверентированное значение над решениями, над законами национальными. Понимаете? Четвертая статья Конституции.